Расскажу как найти чистоту этой шестифилярной катушки. У меня правда она пятифилярная. Индуктор один с половиной филяра. Индуктор подключен к генератору, который до 5 мГц. Самодельный на этой микросхеме. На CD4046. На параллельной катушке подключен конденсатор. Слишком малая вообще-то емкость 0,033 микрофарада. Потом где-то такое вот колечко. Параллельно ей резистор 80 и осциллограмм. И ту частоту нашел я на 2,8 МГц. Это без земли никакой. Вот я покручу немножко. Вот где-то тут. Тут может такие вот неровности. Это может не отрегулировано щупость. Не знаю. Вот на генераторе можно посмотреть частоту. Если щупость дотянет. Вот это на генераторе такой земнал. Вот если посчитать по клеткам. Одна клетка, одна микросекунда. Так тут один, два, почти три периода влазит. Значит 2,8 МГц. Вот можно убедиться, померяя измерительным прибором ВЦ 9.2.1, Нарегулировать стрелку на герце и подключить его, который идет от генератора на управление транзистором. 2,793 МГц. Такая частота генератора. Вот на колечке такая же самая частота. Вот разбила. Как вы тут вяжете? Вот тут 2,7 показываю. 2,792. Ну, близко. Я уже не помню какая тут площадь. 2,794. Можно сказать одинаковая. Вот такая колечка маленькая. Маленькая индуктивность имеет на ней. Я думаю хорошо мерить высокие частоты. Мы еще на конденсатре посмотрим что творить. Вот такая. Примерно та же самая. Тут самая высокая амплитуда. Я тут и 500 Ом резистор ставил, и 200 Ом. Везде, можно сказать, та самая. Частота та самая. Какая-то не знаю или индуктор. Частота нам надеюсь что не индуктор. Я не знаю. Потому что тут как бы нет земли. И тут, можно сказать, с конца закорочено. Так как этого конденсатора очень большая емкость для конденсата. Что такое число. Кто-то еще просакивает. Не знаю что. Ну вот тут какой-то еще сильный резонанс есть. Но тут слишком высокая частота. Смотрим. 5,1 МГц. Вот когда землю подцепить. А я поемче конденсатор еще подключу параллельно. Чтоб 1 мкФ. Чтоб как бы это было короткое замыкание провода. Чтоб точнее было. Пауза ножка. Вот подключил. Вот эта частота не ушла. Слишком высокая. Идем назад. Ниже. Вот эта. и посмотрю на генератор. Так точнее. На 2,6 МГц. Частота снизилась. Ну а теперь если землю. пониже. Частотам еще пройдусь. Вот тут с чем фишка. что на низких частотах. снизилась. Все нет. Раньше тут были такие колебания, которые тоже посчитав. снизилась. Тоже была видна частота резонанса. Ну вот землю подцепленную. На холодный конец. С землей так я уже мерил. Резонанс тогда становится на 800 кГц. там еще какой-то там вышли. Не знаю. Наверное моя сфограф какой-то слабоват. что-то. Что-то. Немножко показано. Какого-то такого четкого резонанса не показано. Вот какие-то. Непонятные. Непонятные. Дальше хватать очень высоким частотах колебания. Потому что выгнали одна микросекунда клетку. Вот такой какой-то более-менее синус получился. Наверное будет тут 800 кГц. Вот 787. Потом верхний надо. Какие-то пикёстры. Смотрю, что за частота. 1 мегерца, 1 мегерца, 1 мегерца. У меня тут всякое уже непонятное начинает творить. Это уже там 5 мегерц, слишком высокие числа. Землю отцепляем. Вот без земли теперь опять посмотрим. Вот это 5 мегагерц. Или 10 мегагерц. 5 минут. А, да, вот так. Теперь вниз, ну, земля отключилась. А вот тут очень высокий. Что это за частота? 5,1 мегагерц. На такую частоту трансформатор Теслы будет трудновато сделать. А непонятно или надо нанять. Ну и вот тут как бы чистота резонансная. 2,8 мега. 3,8 мега. 2,8 мега. 3,8 мега. 2,6 мм, наверное, на 2,6 мм надо делать, отключу этот гененсатор, чтобы не худеть, как примерно ту самую. Как намотана эта катушка, я давно её мотал уже. Сам точно не помню. Вот, начало мотается в эту сторону. И конец выходит с этой стороны. Начало начинает вот тут вот по методу Алексеева. Вот, начало уходит в эту сторону и конец выходит в эту сторону. Значит, тут два слоя в одну, четыре в другую. Вот такие померяем частоты с землёй двоевой на 700 кГц. И из земли 2,6-2,8 кГц прямо на конденсаторе. В принципе, должно быть и землёй эта самая частота, потому что тут конденсатор такой же ёмкость создаёт такое сопротивление, как будто он закорочен. Можно вместо конденсатора закоротить. Посмотреть, что будет. Вот эта самая частота, эта самая амплитуда, ничего не поменять, как будто всё короче. Вот тут эти свободные колебания видны. по-моему, если их частоту просчитать. вот тут опять нужно вертеть, по-моему, сама нога. Опять себя лыдет, а цеплю, если то самое, цепляю не совсем то, нужно на нижнюю частоту пойти, вот-вот, вообще не знаю как смотреть, потому что явно фигунансов не видно до низкой частотой, чтобы хоть собственных колебаний заметить, никаких таких явных колебаний не видно. Попробуем просто подцепить один конец. Поджарила только. Какая-то билиберта. Вот когда начал понижаться, тогда появились у вас свободные колебания, наконец. Их частота, похоже, один мегагерц. Самый большой, другой, если на заземление горькое масло. Круткий щуп не дотягивает. Там шипит мой импульсный блок питания от него. вон, как еще взорваться. А то, когда я не заземлял его, так он перебал один раз в минуту. Взорвавшись, там загоревший много, чтобы преднагланитель взорвался. Такая сильная, думаю, что зашкаливает. Только конец этим. Это один мегагерц, значит, на эту частоту, видимо, надо настраивать. Давай я покручу на один мегагерц. Такая сильная зашкаливает, что надо поменять другой щуп. Мой самодельный один к десятикам или один к ста. один к десятикам. Вот тут включаю. другое делаю, что не зашкаливает. на этот мегагерц. И вот так. И вот так. Вот так. 1 МГц, один из щупок этому конденсатору, это, наверное, с концов. Прибавка этого конденсатора ничем по сути не мельная, а другой на землю, чтобы не было помех. Резонанс. На 1 МГц должен быть резонанс. Это, видимо, на 5 МГц, наверное, 2,6 МГц. Вот там должен быть резонанс. На 1,1 МГц. Давай поищем еще на 5 МГц. Тут на 2,6 МГц. 2,7 МГц. На 5 МГц. Так что, то есть невозможное надо делать на 1 МГц. Потому что самое яркое колебание на этой частоте. Возможно, это индуктора частоты. Почему только его колечко не видят? на 1 МГц. И не подходит. на 1 МГц. А, ну да, тут какой-то резонанс есть. Просто там колечко, может, это какая-то ерундовая. Вот поэтому она так нечетко показывает. Попробуй на другие колечки. И пmill баги. Второе. И там было полно, вот здесь все измерения, это диодик. По-моему, у меня эти колечки разъедут. И вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Сопротивление, может 200 Ом поставлю, потому что ножки на других не буду наставать. Это колечко прямо все горячее, держать не могу. Я решил ее снимать, но я снова увидел, что она вся горячая. Сопротивление. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Вот тут тоже как бы резонанс на той частоте, вот такие вылазят с рендушкой, вот один в один мега-мертих, вот и 5 мега-мертих. В общем, с колечком как-то. Это не очень меряет частоту лучше. Мерят вот это. Вот тут цепляешь провод и всё. Меряю частоту. Надо поменять щуку, а тут слишком сильно зашкаливает. А может теперь с колечком попробую с этим щуку? Как-то лучше будет. Тут он какой-то очень разнутый. Смотрите. Вот тут как бы резонанс. Смотрите какая частота. 2,7 мега-мертих. Точка-то. 1,3 мега-мертих. И всё больше. Чего не? Вот лучше. Так, один конец. Например, тут цеплять второй на землю. Вот лучше. Так, один конец. 1,3 мега-мертих. Вот тут вот. 2,7 мега-мертих. А если вот этот конец и начало тоже надеемся, тогда ничего не видно, короткое замыкание Все равно что-то видно Ладно, а если конденсатор отцепить Вот один конец получается Последний верхний И этот на землю пойдет Начало на землю Вот И из зелографа вот один конец на землю тоже И второй конец Вот на этот конец красный Это последний слой Это из двух проводов кусков Скрученный из красного и черного Что теперь, какие частоты будут Вот примерно по демиталии частота Вот этого 4,8 мг Вот тут вот Какой-то резонанс 2,9 мгц Только знать Что-то не индуктор Часто Вот тут Самый сильный Наверное Это 1,6 мгц уже стал Когда нет конденсатора Вот это Дальше И дальше Недельный Молик Еще Молик 6 Тут Еще какие-то Непонятно Что-то Что-то Такая-то Частота Может 994 мгц То есть КГц Вот Этот 1,6 мгц Это 1,5 8 Этот 1,5 Можно даже не подключая Вот этот Чуп Просто Тут Намотать Проводом Или Вот так Положить Если положить Тогда Можно не заметить А вот Видно Даже Если положить Вон Тут Самый яркий Молик Тут Тоже Можно Мерить Вот 1,6 мгц Там Еще Щука Емкость Ниже Со Щуп И Дальше Там Что-то Переливается Ну Как бы Ну Да Вот Этот Еще Четыре И Три Четыре Четыре И Три 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 Вот какой-то еще, а вот этот на 882 еще есть. Как и раньше я замерял, тоже такие, находим на 800 и на 1,6. На Руслановской установке где-то мотается в противоположные стороны стоят тоже такие самые частоты, вот на 800 даже посильнее по амплитуре. Вот этот 1,6. Но ведь это как бы неправильно. Надо же ее вставить в конденсатор параллельно обмотке. Теперь положим. Теперь положим. Смешно. Вот тут вроде бы частотка. 4,6. Не знаю, отрезался. 3,6. А тут 2,3. Чтобы ничего такого яркого нет. И вот тут какая-то. 9,6. 4,7. Ну вот это наверное на 1 МГц. Трансформатор. Трансформатор Тесла настаивается. Может кто-то вообще не имеется. Не без разницы на какую частоту этот резонанс может ни при чем. Это же был все резонанс. Только вот когда уже закорочено конденсатором, тогда уже это нурмония уже состоячий волной управляет. А тут будут уже узлы обязательно, посередине будет пучность напряжения. А по краям узлы напряжены. Там была частота на 1 МГц, на 2,8 МГц. Вот видимо надо либо на 1 МГц, либо на 2,8 МГц. 5 МГц это слишком высокое. Такие итоги. Это все проверили. Ну или не ошибся. А на землю вот эти цепки петли. Вот это же частота 1 МГц. Вторая должна быть в 2,8 кверке. Вторая должна быть в 2,8 квертии. Вторая должна быть в 2,8 квертии. 1,3 квертии на 1,2 квертии. Как будто бегал по этим частотам. Может этот резонанс никак не связан. Вот 2,7 квертии. Там где 2,8 квертии. То есть 1 МГц, 2,8 квертии. И 5 МГц. У Руслана этот конденсатор резонанс на стоянии. На матке у него там было 1,2 и 1,3 МГц. Может что-то близкое есть. Вот так. 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 Вот так.